Добрый день всем! Рада, что у вас сегодня больше. Я приветствую всех, кто выбрал это время для проведения его со мной и с нашими новинками. В марте мы много сделали и очень надеемся, что сложившаяся ситуация не повлияет на нашу производительность. И в апреле мы тоже сможем много чего вам показать. В марте мы подготовили издание по направлениям экономика, право, история, машиностроение, искусство. Целый пул книг, я вам сегодня их представлю. Иностранный язык, мы в прошлом месяце делали ставку на него. В этом месяце мы чуть-чуть замедлились и переключились на другие книги. Они выпустили по генетике, по туризму и по педагогике. А теперь подробнее. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Я забыла вас попросить поставить плюсики и сразу же начала выступать. Так что надеюсь, что все слышно хорошо. Начнем представление наших книг с педагогики. Мы подготовили сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции современной образовательной технологии в системе дошкольного образования. Новые решения и возможности. В этом сборнике рассмотрены новые методики, направленные на поиск и внедрение наиболее эффективных форм и методов в работе с детьми в детских дошкольных учреждениях. Что, безусловно, является одной из приоритетных задач повышения качества дошкольного образования. Этот сборник рекомендован для работников сферы образования. Следующий пул книг по педагогике. Издательство представляет целую серию книг кандидата педагогических наук Маленковой Людмилы Ивановны. В эту серию вошли учебно-методическое пособие, посвященное актуальнейшей проблеме современного воспитания, родительской педагогике, основа родительской педагогики. У меня иллюстрации не по порядку, но в принципе все видно. Я думаю, что само представление не повлияет на ваше восприятие. Автор рассказывает о теоретико-методических основах семейного воспитания, основах организации, методике работы педагогов и воспитателей с родителями. Во второй книге тетрадь классного руководителя или воспитателя предназначена в помощь классному руководителю или воспитателю для грамотной и функциональной организации воспитательного процесса и введения необходимой документации. Третье, последнее в этой серии практическое руководство. Это вкладыш к тетради классного руководителя или воспитателя, в котором кратко изложены основы теории и методики организации воспитательного процесса. Даны конкретные рекомендации классному руководителю. «Педагогика творчества. Учебное пособие» тоже выпущено нами в рамках направления «Педагогика». Эту книгу я вам принесла показать. Мы ее уже получили из типографии, тираж, замечательная изданная, твердая обложка. Автор-составитель этого учебного пособия обращается к тем, кто не останавливается в собственном развитии, а также к тем, кто ставит перед собой важные задачи, а следовательно, обладает уникальными способностями в постоянном совершенствовании. Учебное пособие знакомит с основными понятиями творчества, описывает историю понятия творчества и креативность, методики работы с одаренными детьми. Эта книга была анонсирована нами в предыдущем вебинаре. Отмечу, что для тех, кто будет обучаться учебной дисциплине «Педагогика творчества», рекомендована электронная форма обучения. Сейчас это самое то. Следующая пара – это книга «Технологии межпредметной интеграции на уроках общей биологии в старшей школе». Учебное пособие, изданное в двух частях. Она предназначена для тех учителей, в которых не угас стимул к творчеству, и тех, кто понимает, что выпускник в средней школе должен не только знать формулы цветков разных семейств, а должен понимать, что биология – это наука о жизни во всех ее проявлениях. Ну, как примерно география. Без географии ты нигде, без биологии ты никто. Пособие это состоит из двух частей. Учебное пособие предназначено для студентов и магистрантов, получающих педагогическое образование, а также учителей биологии и общеобразовательных организаций. Любимый нашим издательством мастер Мандель Борис Рубимович выпустил новую книгу «Основы интеллектуального труда». Это учебное пособие для обучающихся в системе СПО среднего профессионального образования. Она адресована учащимся будущим специалистам среднего звена, пробующим свои силы в различных сферах образования, культуры, социальной работы, экономики, бухгалтерского учета, гостиничного сервиса, туризма. В общем, очень разносторонние направления, области для использования этой книги. Медицина, фармакология, всем интересующимися проблемами интеллектуального труда. Автор дает развернутое определение интеллектуального труда как теоретической категории и прослеживает его историю становления в современном обществе. По социологии управления нами был выпущен практикум по дисциплине социологии управления. Тесты, практические задания этого практикума помогут студентам лучше закрепить теоретический материал по дисциплине социологии управления. Практикум будет полезен специалистам практикам в области социологии управления и управления персоналом. Еще один практикум, небольшое издание в сфере основ управления персоналом, основ управления персоналом. Этот практикум является дополнением к базовым учебникам по данному курсу и ряду смешных дисциплин. Цель этого практикума предоставить возможность студентам лучше закрепить теоретический материал, выполняя практические задания. Как и у любого практикума, именно такие цели закрепить теоретический материал, отвечая на контрольные вопросы, используя тестовые задания. Этот практикум адресован студентам бакалавриата, обучающимся по специальности менеджмент организации, управления персоналом, государственное и муниципальное управление, а также преподавателям экономических и управленческих дисциплин. Остаемся еще в области управления персоналом и представляем вам книгу «Первую часть из двух. Рынок труда и маркетинг персонала». Это учебное пособие. Поскольку в настоящее время признано, что управление персоналом – это центральное направление деятельности руководителя любой организации, то предлагаемое вашему вниманию пособие будет особенно актуально. В нем систематизированы и обобщены современные российские и зарубежные подходы к реализации маркетинговых инструментов на внешнем и внутреннем рынке труда. Сформированы необходимые для руководителя управленческие умения и навыки в области маркетинга персонала. В издание вошла первая часть, в которой рассмотрены теоретические подходы к анализу рынка труда, выделены тенденции развития и особенности функционирования современного российского рынка труда. Учебное пособие рекомендовано для студентов, обучающихся по направлению управления персоналом. Основы менеджмента – учебное пособие для студентов среднего профессионального образования. Представляю вам, напоминаю точнее о том, что у нас пособия для среднего профессионального образования имеют целую линейку по внешнему виду схожих. Авторы этого учебного пособия – профессора кафедры экономики труда и управления персоналом в Московской Академии труда и социальных отношений. Свои задачи они предоставили предоставить студентам факультетов среднего профессионального образования знания и навыки для управления современными организациями. В издание вошли наиболее насущные вопросы, связанные с менеджментом организации. Пособие поможет формированию студентов профессиональных компетенций в сфере управления организацией. По экономике вышла монография совершенствования учета затрат на производство и анализ себестоимости продукции на предприятии. В этой монографии, основанной на трудах отечественных и зарубежных специалистов, изучена сущность затрат на производство, рассмотрена их классификация и нормативное регулирование, дана классическая методика определения затрат на производство продукции, описаны методы учета затрат. Работа проводилась на примере конкретного предприятия. Рекомендуется для научных работников, для преподавателей, аспирантов, магистрантов, специализирующихся в области бухгалтерского учета и учетной политики. В области экономики и сервиса выпущена книга «Учебное пособие. Сервис в современной культуре». Пособие особенно актуально в современных рыночных условиях, когда успех в конкурентной борьбе во многом обусловлен использованием креативных технологий в продвижении товаров и услуг. Также в области экономики мы выпустили научно-популярное издание Сергея Олеговича Букина «Картблаж». В банковской карточной ловушке на настоящий момент находится большая часть населения нашей страны. Как избежать этого, чего стоит опасаться и о чем просто необходимо знать каждому россиянину, держателю пластиковой карты, расскажет эта книга «Картблаж». Не буду раскрывать все секреты, расскажу только о том, что это о пластиковых картах банковских и о том, как они вошли в нашу жизнь, чего нам ждать и чего опасаться. В области права мы подготовили учебное пособие, выпустили его «Правовое регулирование управления недвижимостью». Это пособие адресовано студентам факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте, магистрантам, преподавателям и всем интересующимся гражданской правовой проблематикой. В книге изложены вопросы, касающиеся понятия недвижимости и сделок с недвижимостью, видов этих сделок, условий их действительности, правового регулирования сделок с недвижимым имуществом. Особенность этого пособия в том, что в приложении даны типовые бланки договоров купли-продажи, дарения, аренды и тому подобное, которые, безусловно, будут полезны при заключении разного вида сделок с недвижимостью. Эта книга была анонсирована нами в феврале, и вот мы рады представить, что она уже издана и находится в полном доступе для читателей. Расчеты шума при проектировании шумозащиты в производственных зданиях. Эта монография посвящена обеспечению нормальной шумовой обстановки в производственных помещениях. Авторы представляют математическую модель распределения отраженной звуковой энергии помещений производственных зданий и методы ее реализации. Издание адресовано научным и инженерно-техническим работникам, занимающимся вопросами оценки шумового режима и проектирования строительно-акустических мер снижения шума в производственных зданиях. Оно будет полезно студентам, аспирантам, изучающим курс строительной акустики. По механике и судостроению выпущено учебное пособие регулятора частоты вращения судовых двигателей или внутреннего сгорания. В учебном пособии рассмотрены наиболее распространенные в настоящее время гидравлические и электронные регуляторы скорости судовых двигателей. Я думала, что я этого не выговорю, но тем не менее. Представляю вам учебное пособие, в котором описаны принципы действия конструкции, настроечные приспособления и навесные устройства. Учебное пособие может быть использовано для обучения и переподготовки судовых механиков и специалистов, связанных с эксплуатацией двигателей внутреннего сгорания. Пособие подготовлено для обучающихся в учреждении среднего профессионального образования. Технологии нефтегазового машиностроения. Это учебное пособие. Мы уже второй раз переиздаем. Оно пользуется большим спросом. Сконцентрированный в данном учебном пособии учебный справочный материал помогает будущим инженерам-механикам университетов нефти и газа быстрее и глубже ознакомиться с современными методами технологии производства специфического оборудования отрасли. Пособие может быть полезно студентам, изучающим специальность технология машиностроения. Безопасность жизнедеятельности. В этом направлении подготовлено учебное пособие одноименное. Отличительная особенность этого учебного пособия в том, что его авторы считают, что главная задача курса безопасности жизнедеятельности заключается не в подготовке обучающихся к экстремальным ситуациям, а в укреплении их духовного, физического и психологического здоровья, на основе чего и должна складываться безопасная жизнедеятельность. Внимание акцентируется на воспитании культуры безопасности человека. Вот откуда надо было начинать. В этом же направлении выпущено еще одно учебное пособие «Охрана труда и электробезопасность». Свою задачу автор этой книги видел в том, чтобы приобретая знания, изложенные в данном пособии и закрепляя их на практике, электротехнический персонал творчески подходил к вопросам безопасности труда при монтаже электроустановок. Их эксплуатации и ремонте. В издание вошли сведения, необходимые электротехническому персоналу по охране труда и электробезопасности. Адресовано это издание лицам, ответственным за электрохозяйство, электротехническому персоналу предприятий и студентам электротехнических техникумов и вузов. По физической культуре у нас получился в марте целый полкниг. Они все очень разные. Начнем с учебного пособия «Физическая культура и спорт в вузе». Для тех, кто любит подвижные занятия спортом, для тех, кто осознал преимущество интенсивного движения, будет это пособие интересно. Оно включает в себя материалы для самостоятельных занятий различными видами спорта. Авторы, преподаватели кафедры физической культуры Всероссийского государственного университета и юстиции адресовали свое пособие студентам юридического факультета, факультета непрерывного образования и, конечно, всем интересующимся здоровым образом жизни. По физической культуре довольно редко выпускаются учебники, учебные пособия, и мы очень рады иметь у себя в контенте такое учебное пособие. Учебное методическое пособие «Бадминтон» было выпущено нами в марте. Для тех, кто любит подвижные занятия спортом, будет не безинтересно это учебное методическое пособие, в котором рассказывается об одной из древнейших игр нашей планеты – игре «Бадминтон». Помимо истории развития бадминтона, авторы приводят его приемы и основные правила. Оно адресовано студентам вузов физической культуры, преподавателям физического воспитания и, конечно, всем интересующимся этой игрой. Также по физической культуре было выпущено методическое пособие – это оптическая подготовка в волейболе. Это еще одна новинка издательства. Она адресована студентам вузов физической культуры, преподавателям физического воспитания и всем интересующимся подвижными видами спорта. Авторы приводят упражнения, используемые в процессе обучения, описывают методические приемы для освоения тактики игры в волейбол. Немного расширили мы направление использования следующего учебного пособия. Оно затрагивает не только физическую культуру, спорт и безопасность жизнедеятельности, но и в целом этот пол. 9-мм пистолет – характеристика устройства и обращения с ним. Это пособие рассказывает об устройстве и конструктивных характеристиках данного оружия. Предназначено для охранных структур и в частности для подготовки охранников 6-го разряда. Второе учебное пособие – сходные тематики по сходным направлениям, но другой вид оружия – пистолет Макарова. 9-мм пистолет Макарова – характеристика устройства и обращения с ним. Это пособие рассказывает об устройстве, работе и конструктивных характеристиках пистолета Макарова. Адресовано это учебное пособие студентам Российской правовой академии Минюста России. Но иметь такую книгу в принципе в библиотеке вуза, где преподавается физическая культура, спорт и безопасность жизнедеятельности, нам видится просто необходимо. Следующая книга выпущена в области генетики. Это сборник задач по генетике, методические рекомендации по решению задач для лабораторных занятий по дисциплине генетика и эволюционное учение. Этот сборник поможет студентам проверить себя в решении задач по генетике разного уровня сложности. Издание предназначено не только студентам вузов, но и магистрантам, преподавателям, а также всем тем, кто интересуется решением задач по генетике. Следующая книга «Жизнь. Анатомия. Поиск. Устройство». Автор этой монографии, прежде всего стоит сказать о нем, Валерий Михайлович Петренко, доктор медицинских наук, профессор, большую часть своей жизни посвятил одной цели – пониманию того, как живет человек и как вообще устроена жизнь. На основании собственного опыта автор предлагает читателю свои размышления о закономерностях в развитии природы, общества и мышления и способах планомерного воздействия на окружающий мир, в общем время задуматься о себе и о мире вокруг. Монография издана на английском языке. Следующая книга, тоже монография, в рамках туризма и сервиса. Называется она «Ресурсы регионального туризма. Структуры, виды и особенности управления». Мы уже делаем второе издание этой книги, она пользовалась популярностью и в электронном, и в бумажном виде. В данной монографии на примере Омской области автор последовательно излагает элементы региональной экономической системы, туристического комплекса и региональной системы туризма, а также объектов ресурсного обеспечения. Издание адресовано ученым, студентам, аспирантам, докторантам, специалистам, практикам и всем интересующимся региональным туризмом. По геологии издана книга «Типоморфизм. Составы и упорядоченности полевых шпатов различных типов горных пород». Это монография. В ней она основана на огромном фактическом материале и посвящена анализу распределения структурных модификаций полевых шпатов в главных типах горных пород. Особое внимание в ней уделено результатам рентгеноструктурного изучения минералов, главных носителей полевых шпатов в земной коре. Адресована эта книга студентам-геологам, специалистам в области геологии, минералогии, петрографии и кристаллографии. Еще одна книга этого же автора. Вообще, у нас несколько изданий Сангаджиева, и все они посвящены геологическим открытиям, очень узким направлениям. Мы видим, как востребовано горное дело и, в принципе, книги по геологии. Мы очень рады тому, что автор согласился отдать именно нам это издание. Но ближе к теме. Особенности недропользования на территории Республики Калмыкия. Еще одна монография. В ней изучены особенности недропользования на территории Республики Калмыкия. Даны геологические характеристики ее основных месторождений. Особое внимание уделено вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов. Издание адресовано студентам инженерно-технологических специальностей, геологам, географам, биологам, экологам и всем интересующимся проблемами использования ресурсов в этом регионе. Антология учебного процесса в магистратуре по архитектурно-ландшафтному проектированию. Мы очень осторожно собираем книги по архитектуре и строительству. И получается очень такой полкниг сложных узких тематик. Мы готовы на это пойти. Мы готовы их выпускать и далее. И в марте представляем очередное наше приобретение. Это учебно-методическое пособие в рамках архитектуры и строительства. В этой монографии, в этой книге анализируется процесс обучения магистрантов-архитекторов по архитектурно-ландшафтному проектированию. Отличительная особенность этого пособия в том, что авторами применен онтологический подход к изучению учебного процесса, что сравнительно ново в реализации образовательных идей. Более в таком области, как архитектура и строительство. Очень и очень рекомендуем. В марте мы выпустили целых три книги по фитодизайну. Как ни странно, это направление становится все более популярным. Представляем вам серию книг Натальи Сергеевны Карташовой. Это прекрасно проиллюстрированы учебные пособия. Они все небольшого объема, но очень глубокого содержания, разностороннего. Они будут интересны всем, кто интересуется созданием композиции из растений. Они также будут полезны для обучающихся по направлениям подготовки фитодизайна, ландшафтного дизайна, дополнительного образования в области фитодизайна и флористики, а также в целях самообразования. В первой книге «Теория и правила фитодизайна» доступно изложены теоретические знания в области флористики, основные художественные приемы фитодизайна. В истории и традициях фитодизайна представлены основные тенденции этапа развития флористики. Пособие расскажет об особенностях отношения народов разных стран к миру растений, их сбору, хранению, аранжировке со времен Древнего мира и до наших дней. И в учебно-методическом пособии «Практические занятия по фитодизайну» автор рассказывает об основных приемах, правилах, применяемых в процессе создания композиции из растений. Продолжаем пополнять наш полкниг по иностранному языку. В марте мы выпустили два учебных пособия Александра Петровича Севастьянова. Первая из них – англо-русский толковый глоссарик ключевой терминологической лексики бизнеса. Английский язык мы стараемся выпускать не в чистом виде, а именно по узким направлениям. Это важно, потому что нужно не просто выучить иностранный язык, необходимо его выучить так, чтобы использование в тех узких областях, где происходит ваше обучение или сфера деятельности, ваше рабочее, вы могли применять эти знания. Поэтому у нас пул наших книг по иностранному языку, он во многом такой разносторонний. Там можно найти все, что угодно. В данном случае экономика, финансы и менеджмент – вот эти области затрагивают учебное пособие. Оно может быть полезным для преподавателей-специалистов, работающих в бизнесе, всем тем, кто самостоятельно изучает современный английский язык делового общения. Оно поможет обрести навыки устной коммуникации, письменной английской речи, специалистам в сфере ведения бизнеса. Отличительная особенность этого пособия в том, что материалы, использованные в нем, имеют прикладную направленность и опробированы на практике. Второе учебное пособие – английский язык в сфере экономики и экономической безопасности. Это еще одно пособие того же автора, которое поможет студентам, преподавателям и лицам, работающим в сфере экономики и экономической безопасности сформировать профессиональные компетенции при практическом использовании английского языка в конкретных речевых ситуациях. Мы в январе и феврале постоянно выпускали тренажеры и ключи к ним в рамках английского языка конкретным учебным пособиям. В данном случае это школьные пособия, английский в фокусе Spotlight. Наше издательство имеет уникальный контент в этом плане. К данному учебно-методическому комплексу английский в фокусе для учащихся со 2 по 11 класс словарные тренажеры и ключи к ним есть только в нашем издательстве. Это большое достижение, я считаю. Как я уже говорила, это целая серия. Вот в данном случае в марте мы выпустили серию для учеников 11 класса. Тренажеры будут неоценимой помощью тем, кто собирается быстро изучить слова из разделов учебника по английскому языку. Игровая форма облегчит проверку знаний словарного запаса. Проверять себя можно с помощью соответствующего отдельного пособия, в котором дали ответы ключи к словарному тренажеру. Об этом я уже говорила. Также чуть ранее, если я не ошибаюсь, осенью мы выпускали шаблоны программ к этим учебно-методическим комплексам. Если вас интересуют книги из этой области, можете посмотреть в прайсах нашего издательства или на нашем сайте, может быть в электронной библиотечной системе, весь полкниг по данному ОМК. Переходим к гуманитарным дисциплинам, к истории. Представляем вам программу школьного курса «Военная история России» для 10-11 классов. Это тоже такое логическое завершение пулу наших книг по военной истории. Мы выпустили для 10-11 класса учебные пособия, рабочие тетради. И вот это все завершается программой школьного курса. Этот учебный курс знакомит с военной историей России с древнейших времен до наших дней. Он поможет расширить и углубить исторические знания учащихся, пополнить их сведениями о военной истории, привить интерес и уважение к отечественным вооруженным силам. Этот курс адресован учащимся 10-11 классов, но может быть востребованным и в специальных учебных заведениях, кадетских корпусах и суворовских военных училищах. Именно от них и идет больший спрос на эти учебные пособия и рабочие тетради. Следующая книга по истории – «История органов внутренних дел». Это учебник. Автор этого учебника акцентирует внимание на основных причинно-следственных связях в сложном процессе возникновения различных органов внутренних дел. В учебник вошло 17 тем, каждый из которых имеет свое название и разбито на тематические параграфы, позволяющие всем обучающимся познать содержание каждой темы и подготовиться к обсуждению вопросов, выносимых преподавателями на семинарские практические занятия. Эту книгу я тоже принесла. Она такая увидистая, вот, пожалуйста, уже издана в бумаге, потому что на нее идут заказы и запросы от учебных заведений. Адресован этот учебник обучающимся по специальности экономическая безопасность, правовое обеспечение национальной безопасности, правоохранительная деятельность, а также всем интересующимся процессами становления и развития отечественной государственности и ее органов власти. Рекомендую. Рада очень вам представить книгу, монографию «Русская власть. Опыт деконструкции». Эта книга для нас знаковая. Знаковая она не только для издательства, но и для времени, в котором мы сейчас с вами живем. В своем исследовании автор-историк Дмитрий Борисович Тараторин пытается найти ответ на вопрос, чем же на самом деле было русское царство. Каковы его корни, источники, составные части, самодержавные идеи? В книге представлен оригинальный авторский взгляд на многие исторические события. Эту книгу можно найти... Что же я... Сейчас я вам ее покажу. Вот она. Эта книга, книга месяца на нашем сайте. Эта книга уже есть в запросах крупнейших библиотек. Очень рекомендуем. И сейчас пока есть время при удаленной работе. Вы можете ее прочитать в электронном или заказать в бумажном виде. Это будет чуть дольше. Так что хотя бы электронный вид для всех рекомендую эту книгу. Тараторин. «Русская власть. Опыт деконструкции». Самая актуальная книга нынешнего времени. Следующая книга, которую я тоже принесла показать. По истории. «Если мир обрушится на нашу республику». Советское общество и внешняя угроза в 22-41 годах. Это монография. Я ее анонсировала в прошлом месяце и рада вам представить. Эта монография освещает малоизученную тему о том, как формировалось массовое сознание советского общества в 20-30-е годы. Создавался образ врага, закрытости, эстер и тому подобное. Особенность работы заключается в том, что она основана на архивных источниках, впервые вводимых в научный оборот. Книга адресована как для специалистов, так и для всех интересующихся историй. «Если мир обрушится на нашу республику». Почитайте, очень интересно. Еще одна историческая книга «Британское купечество в России XVIII века». Монография. Впервые в историографии всесторонне исследуется деятельность британского купечества в России XVIII века. Вот она, эта книга. Твердый переплет, толстенькая. «Британское купечество в России в XVIII веке оказало огромное, если не преобладающее влияние на внутреннюю и внешнюю русскую торговлю в этот период». Очень интересная книга, затрагивающая определенный исторический период. Рекомендуем к прочтению. Мы тоже уже получили весь тираж этой книги. Еще одна, точнее, не еще одна книга, а книга, начинающая пул наших книг по искусству, который я вам сегодня хочу представить. «История искусства. Учебное пособие». Это пособие по истории искусств, краткий путеводитель по жанрам, эпохам, стилям и направлениям, именам, причинам появления мировых шедевров, основных изобразительных видов искусств. Адресовано оно учащимся, как вы видите, средних профессиональных образовательных учреждений, обучающихся по специальности мировая художественная культура, народное художественное творчество, актерское искусство, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, реставрация, живопись и скульптура. Вот все, что затрагивает в своем содержании это учебное пособие. Также в рамках пула книг по искусству мы выпустили учебные пособия, учебно-методические пособия для средних профессиональных образовательных учреждений. Начнем с дифференцированных технологий социально-культурной деятельности. Это учебно-методическое пособие для СПО, учебных заведений культуры и искусства. Это учебно-методическое пособие, в котором описываются основные методы, формы и средства культурно-досуговой деятельности в работе с различными категориями населения и возрастными группами. Следующее учебное пособие также предназначено для СПО, фольклорный театр и режиссура народной песни. Это тоже учебно-методическое пособие для тех же заведений культур и искусства. В моем сегодняшнем вебинаре их будут пять. Это пособие посвящено одной из актуальных тем в современном народно-певческом исполнительстве и музыкальной педагогике. Грамотную подборку репертуара при обучении детей сольному и ансамблевому народному пению. Следующая книга также для СПО «Методика работы с театральным любительским творческим коллективом». Автор этого пособия заслуженный работник культуры Александр Никитович Куксов. Он занимается практической постановкой созданием сценариев массовых театрализованных представлений в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. В своем пособии авторство обобщил научно-методическую и учебную работу по воспитанию режиссеров театрализованных представлений и массовых действий. Начинать надо с этого. Областные певческие стили. Учебное пособие для средних специальных учебных заведений культуры и искусства. В это пособие вошел теоретический материал об особенностях региональных традиций русского народного певческого творчества. В методическом пособии «Особенности развития художественной культуры Византии и ее влияние на культуру Древней Руси» входят конспекты лекций для изучения разделов искусства восточного-западного христианства Средневековья и искусства Средневековой Руси. Раскрыты основные понятия темы «Родина иконописи», технологии иконописи, храмовое зодчество. Также рассматривается влияние Византии на культуру Древней Руси. Последняя книга «Искула по искусству. Ресурсная база социально-культурной сферы». Это учебно-методическое пособие. Оно предназначено для ИСПО, для учебных заведений культуры и искусства. Задача этого учебного пособия в том, чтобы помочь усвоить будущим специалистам теоретические знания и обрести практические навыки в области экономики культуры и ресурсной базы социально-культурной сферы. Затянула я с этим вебинаром, согласна. Предлагаю вам посмотреть, только мы анонсируем на следующий месяц и завершить наш вебинар. Продолжение следует... Продолжение следует...